Здравствуйте, уважаемые ребята! Сегодня мы с вами разберем тему курса химии 11 класса «Классификация химических реакций». Сегодня наша с вами задача вспомнить, по какому принципу классифицируются реакции, в которые вступают неорганические вещества. Потому что в органической химии там тоже есть своя классификация реакций, ее мы повторим в следующий раз. А сегодня мы с вами займемся как раз веществами неорганическими. В принципе, вы все это знаете, мы с вами просто повторяем и еще раз раскладываем по полочкам для того, чтобы, во-первых, восстановить определенные знания, подновить и продемонстрировать на примерах. Значит, в основу классификации могут быть положены разные признаки. Самый такой первый, наверное, с которым вы сталкивались, это число и состав реагентов и продуктов реакции. Тепловой эффект, то есть тепло поглощается или выделяется в ходе реакции, еще один классификационный признак. Изменение степени окисления элементов в ходе реакции, есть изменения или нет, использование катализатора, обратимость реакции и еще агрегатное состояние. Значит, давайте с вами вспомним на примере, какие реакции к какому типу относятся. Реакции соединения. Ну, здесь все очевидно. Рассоединение, значит, что-то с чем-то соединяется. К реакциям соединения у нас относятся все реакции, в которых из химических веществ, не обязательно простых, могут это быть и сложные, образуется новое химическое вещество. Это может быть взаимодействие простых веществ, как в данном случае фосфора и кислорода. Это может быть взаимодействие не двух, а трех, например, исходных веществ, и они могут быть и простыми, и сложными, образование кислоты. Короче говоря, здесь ошибиться практически невозможно. Вторая реакция – это реакция разложения. Ну, по аналогии, опять же, мы с вами понимаем, что это противоположность реакции соединения. Значит, реакция разложения – это когда из исходного химического вещества образуются новые химические, другие химические вещества. Ну, вот как в данном случае, да, у нас идет разложение солей. Кстати, оба процесса и вообще реакции разложения зачастую требуют повышенных температур. Вот, какие продукты образуются, ну, это уже зависит от того, какую соль мы с вами берем, да. Это может быть продуктом реакции какая-то другая соль, как в данном случае, либо это же может образовываться оксид, и выделяются, соответственно, газы, реакции у нас идут до конца, они необратимы. Третий тип реакции – это реакция замещения. Такими классическими примерами реакции замещения – это взаимодействие кислот с солями является. Вообще реакция замещения, опять же, это реакции, в ходе которых атомы одного вещества заменяют в химическом соединении атомы другого, и таким образом у нас образуются другие, новые вещества. Ну, вот, как в данном случае, реакция с нитрата серебра с железом. Значит, у нас образуется, соответственно, нитрат железа, серебро выпадает в осадок. И здесь у нас также для примера, да, это реакция алюминия с оксидом железа. Это тоже реакция замещения. Почему? Потому что в ходе, значит, у нас получилось, да, фактически вытеснил алюминий с железом. И для примера, вот, посмотрите и запомните, это может вам пригодиться, как выглядит взаимодействие соляной кислоты с различными металлами, то есть когда образуются осадки нерастворимые, и они визуально видны. Четвертый тип реакции – это реакция обмена. Ну, классическая реакция обмена, значит, обмен – это когда два вещества обмениваются, как бы, да, атомами, то есть составляющими, и образуются новые вещества. Классическая реакция обмена – это реакция нейтрализации, то есть взаимодействие кислоты со щелочью. Отдельно, пожалуй, стоит поговорить о реакциях ионного обмена. Мы, кстати, сказать с вами, вернемся еще к реакциям ионного обмена обязательно на практической части, Вот, но сегодня повторим. Значит, в реакции ионного обмена у нас вступают электролиты, и для того, чтобы эта реакция была возможной, необходимо соблюдение одного из условий. Значит, вы их все должны помнить на зубок. Это должен образовываться осадок, либо выделяться газ, либо образовываться слабый электролит, ну, чаще всего вода. Вот это правило получило название правило Бертоли. Значит, посмотрите, да, в примерах у нас. В первом случае у нас образуется осадок, качественная реакция, в общем-то, да, на свинец, образуется ядит свинца. Во втором случае у нас образуется сразу и газ, и вода, и вода. Значит, при взаимодействии соли с гидроксидом кальция. Теперь об окислительно-восстановительных реакциях. Есть реакции, которые не сопровождаются изменением степеней окисления элементов, входящих в структуру веществ взаимодействующих. Есть реакции, которые сопровождаются этим процессом. Значит, об окислительно-восстановительных реакциях и о том, как, тем образом, мы уравниваем их с помощью метода электронного баланса, ну, чаще всего используется именно он, поэтому его мы и повторим. Мы к этому вопросу вернемся на практической части. Значит, а сейчас мы с вами должны просто запомнить, какие бывают типы окислительно-восстановительных реакций. Межмолекулярные, то есть когда атомы окислителей и восстановителей входят в состав разных соединений, вот как в данном случае. Второй тип реакции – это внутримолекулярные окисления-восстановления, то есть атомы окислителя и восстановителя находятся в составе одного сложного вещества. Вот в данном случае, да, это разложение перманганата калия. Значит, мы с вами видим, что и кислород, он, очевидно, изменил свою степень окисления, и марганец, они находятся в составе одного вещества, но в данном случае соли. И, наконец, реакция диспропорционирования, когда один и тот же атом является и окислителем, и восстановителем. Вот как при взаимодействии хлора с тащелочами, ну, на примере гидроксида калия, да, он у нас, хлор является и окислителем, и восстановителем. По тепловому эффекту реакции. В общем-то, я надеюсь, что вы все помните, да, что реакции сопровождаются либо поглощением теплоты, либо выделением. Так вот, если теплота в ходе реакции выделяется, то эта реакция называется экзотермической. То есть к таким реакциям у нас относятся практически все реакции горения. Значит, горение – отличительная черта, еще и свет при этом сопровождается таким световым эффектом. Почти все реакции соединения относятся, пожалуй, к экзотермическим реакциям. Но есть и свои исключения, поэтому я привела его, собственно говоря, здесь на слайде. Это реакция образования оксида азота-2. Это одна из тех самых немногих реакций соединения, которая идет с поглощением тепла, а не с выделением тепла. А вообще к эндотермическим реакциям у нас относятся реакции разложения, как правило. По обратимости есть реакции обратимые, есть реакции необратимые. Значит, обратимые реакции могут протекать в обоих направлениях. Самый такой классический пример – это синтез аммиака. Вообще в промышленности, конечно, вот обратимые реакции доставляют довольно-таки серьезное неудобство. Приходится подбирать специальные условия, в ряде случаев катализаторы, для того, чтобы реакция шла в определенном нужном нам направлении. Если же в ходе реакции у нас выделяется, образуется осадок, образуется вода или выделяется большое количество тепла, выделяется газ, эта реакция является необратимой. Она протекает до конца и идет только в одном направлении. Но, кстати, в органической химии есть исключение. Там реакции этерификации, когда образуется у нас, соответственно, вода, но эта реакция все равно является обратимой. Об этом мы с вами поговорим в следующий раз. Значит, для неорганики правило мы запомнили. Образовался осадок, выделился газ, образовалась вода или выделилось большое количество тепла. По агрегатному состоянию фаз есть реакции, так называемые, гомогенные, то есть когда взаимодействуют между собой газы, или же реакция идет в растворе, вот как во втором примере, когда у нас взаимодействуют соль и кислота. Если же у нас исходные вещества находятся в разных состояниях, как в данном случае в примере, то мы говорим о том, что реакция гетерогена, она идет на поверхности раздела фаз. Ну и последний тип реакции, о которой мы с вами вспоминаем, пожалуй, это использование катализатора. Вы знаете, что довольно большое количество реакций требует присутствия какого-то вещества, не обязательно, кстати, вещества, иногда свет может выступать в роли катализатора. Иными словами, что-то, что будет подталкивать эту реакцию. В неорганике это достаточно часто какие-то либо металлы, либо соединения металлов. Могут быть еще оксиды, как во втором случае, разложение, переписи водорода. Вы с каталитическими реакциями знакомились также на уроках биологии, потому что ферменты, вещества, называемые ферментами, представляют собой не что иное, как органические катализаторы. Это процессы, которые протекают в нашем организме, в частности, при пищеварении. Да вообще множество процессов протекают в присутствии катализаторов. Возвращаясь, к примеру, с синтезом аммиака, для того, чтобы реакция шла в заданном направлении, в качестве катализатора используют пористое железо, то есть газы продувают над пористым железом, при этом используется высокое давление, и процесс идет при высокой температуре. Тогда этот процесс идет в заданном направлении. Ну вот, в общем-то, и все. Значит, на практической части мы с вами повспоминаем, поговорим еще раз об реакциях онного обмена, потому что там есть нюансы, которые, я знаю, что бывают, пугают учеников. Научимся не бояться решать задачи с легкостью. И еще раз вспомним, что такое метод электронного баланса и как определять окислитель-восстановитель. Если вы захотите узнать больше, к вашим услугам всегда наши учебники. А я с вами прощаюсь. До новых встреч!